Всем привет! С вами Ольга Чернова и сейчас будет не какой не видео урок, а такое как лирическое отступление. Я в этом году получила много семян. Вот у меня, я даже завела, как человек, который любит раскладывать все по полочкам, даже завела тетрадь обмен семян. Все семена, которые мне приходят, я сюда вот записываю фамилию, город, кто мне прислал, и наименование. И потом буду свои как отзывы. Я что хочу сказать? Во-первых, хочу всех поблагодарить. Вот вчера пришли еще три письма от Гордюшкиной, от Фоминой, от Александровой, до этого Мезенцева, Коваленко, Аничина, Колесникова, Зырянова. Я даже все не смогу перечислить. Очень много людей откликнулись на мою просьбу на обмен семян. Кто-то прислал меняться, кто-то прислал просто подарить, чтобы я испытала их семена и потом показала. Я к ним очень трепетно отношусь. Я их все переложила вот в отдельные мешочки. Видите, вот это от Кушнари Александры, Амурская область, Назарова Марина, Московская область, Новохадская, Михайлова, Антонина Кузнецова из Челябинска, Серебрякова Галина, Воронина, Зырянова, Меренкова Нина. Но я не буду всех перечислять, потому что писем было очень много. Если кого-то не назвала, я извиняюсь. Я вам тоже благодарна, благодарна всем. Я отношусь очень бережно к семенам. Если не в этом году, то в следующем я обязательно все эти семена посею. К чему я это хочу сказать? Не только с благодарностью. Хочу несколько слов сказать. Когда получаешь вот такое, вот от Фоминой Ольги пришло, когда получаешь вот такое вот послание, посмотрите, какое количество пакетиков, все с любовью упаковано. И когда я прочитала вчера или позавчера вот комментарий этой, не буду называть фамилию, назову ее Антошкиной, этой ясновидящей Антошкиной, которая сказала, ой, зачем вы выписываете семена, они же есть в магазине. Только по этой фразе можно сразу понять, что человек очень далек от садоводства, огородничества, даже если он садовод, то явно не любитель. Все, даже самые начинающие знают, что никогда магазинные семена нельзя сравнить с семенами домашними. Не знаю почему, но почему-то домашние семена, которые мы сами делаем, с душой изготавливаем, они всегда лучше. Вот вчерашнее письмо от Гордюшкиной, вот эти два-три семечка, где пять, где больше, все упаковано, все описано. Разве их можно сравнить с магазинной пачкой, которую я прихожу и просто беру. И знаете, вот даже я опытный, как садовод, любитель, можно сказать, и то, когда мне напишут, что вам выслали письмо. Но каждый знает, как вот этот период ожидания, он такой приятный, трепетный, и думаешь, вот сейчас придут семена, вот сейчас я их открою, да буду перебирать, да буду изучать этот сорт, буду читать. А какая радость будет, когда вылезет вот этот первый росток появится, и какой-то не такой, а другой, какой-то тот, который у тебя еще ни разу не было. Вот это настоящее счастье. Вот, например, тут есть киевлянка, зеленая капля, у меня не было. Монгольский карлик тоже буду первый год выращивать, уже несколько человек мне его прислали, я хочу его вообще размножить для всех. Потом крымский черный, веселый гном, нет тоже у меня, заржавевшее сердце, эверетто, дрова давно хотела я, винный болгарский, не знаю, кубинский перцевидный. И вот только от названий у меня уже в душе трепет, мне уже руки чешутся, одни названия. Когда буду садить, то вообще испытаю, наверное, верх блаженства. Я думаю, каждый садовод и выписывает, он не только для того, чтобы получить семена немагазинные, а вот этот вот период ожидания, это как ожидание праздника. Мы Новый год, когда ждем, готовимся, приятные хлопоты, праздник проходит быстрее, и мы больше, у нас в памяти остается именно ожидание этого чуда. Так и это, ожидание семян, это очень важный момент и стимул для садовода, когда он ждет, строит планы, вот у него в мечтах что-то так, так. Это очень важно, это нас как воодушевляет на новые там рекорды какие-то, побольше сортов испытать, все это узнать. Для человека это очень важно. Так что вот это вот Антошкина, когда написала, зачем вы выписываете в магазине есть, но в магазине эти бездушные пачки все-таки, и мы, наверное, выписываем семена и друг с другом меняемся, и не столько для того, чтобы вот там много, я уверена, что половину этих сортов в этом году я не смогу посадить, но вот это вот перебирание, любование семянами, изучение вот этих вот даже регионов, я смотрю, мне с Коми СССР прислали, а мне интересно, а как он будет у нас расти? Я, конечно, все посажу и потом скажу вам, как растут у меня семена из Крыма, как из Коми, как из Татарстана, это будет очень интересно другим и познавательно. Разве не в этом смысл всего вот этого огородничества, садоводства? Не просто насадить помидор и наистись ими, а именно изучить, как-то расширить свой кругозор, доставить себе приятное и своим близким. Все, это было, можно сказать, как лирическое отступление от моей огородной азбуки. Но вот это тоже очень важный момент, именно предпосевной наш мандраж, вот этот вот ожидание посевов, всходов и урожая. Желаю вам всем, если кто-то еще не дошел до такого состояния, который испытывает трепет при виде семян, желаю вам всем через несколько лет все-таки так полюбить землю и свои растения, чтобы вы прям тряслись над ними, как над детьми. Все, с вами была Ольга Чернова. Желаю вам всем хороших урожаев. Если у кого-то есть редкий сорт, который вы не видите ни в моем каталоге, ни где-то там у других людей в комментариях, я с удовольствием, ну как с вами договоримся или поменяемся, или как-то в счет моих семян на будущий год, приму любые редкие, ну хотя бы не редкие, ну а просто необычные какие-нибудь сорта. Я потом размножу, и мы потом все сможем воспользоваться результатами ваших трудов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok